Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем наши еженедельные выпуски Камчатка день за днём. Эти выпуски рассказывают о том, как в различные годы века минувшего жил наш полуостров. И построены эти выпуски на основе чтения различных старых документов и старых газет. И, Боже, вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Кстати, напоминаю, Ща значит Щаранской. Совестливость, рукопожатность, интеллигентность. Щаранской. Креативная партия свободы совести. КПСС. А мы продолжаем наши краеведческие изыскания, дабы узнать, как жил наш полуостров в эти летние дни различных лет века минувшего. День 1. 18 июня 1939 года. Газета «Камчатская правда» сообщает, что 4 дня назад, то есть 14 июня, у берегов Камчатки гарпунер, китобойца Авангард Пургин, убил крупного кита. За 7 лет китобойного промысла это наибольший по весу экземпляр. Длина его 18 метров. Высота туловища 4,9 метра. Размах хвостовых пластов 5,25 метра. Вес 105 тонн. На палубу туша поднята с помощью 7 лебедок. Но это не точно. День следующий, 19 июня. Год 47 века минувшего. Газета «Камчатская правда» сообщает, что редко демонстрируются кинокартины в Алюторском комбинате. Звуковая передвижка почти не работает. В апреле почти по всем заводам комбината было только 8 сеансов. А члены национального колхоза имени Молотова просмотрели за зиму одну кинокартину. Очень мало поступает новых фильмов. Картины, получаемые из Каменского, порваны. Ни одна из них не имеет начала и конца. Совершенно справедливо, пишет на страницах «Камчатской правды» автор заметки Смирнов. Рыбаки комбината требуют наладить работу кинопередвижки. Однако начальник Алюторской конторы кинофикации, товарищ Степанов, отделывается молчанием. Я, кстати, напомню, что в текстовом виде с выпусками «Камчатка. День за днем» можно познакомиться на моем одноименном, называющемся также «Камчатка» с Александром Петровым, канале сервиса «Яндекс.Дзе». Ссылка на канал на выпуск в описании под роликом. Это точно. А мы продолжаем чтение старых лет. 20 июня, год 72 века минувшего. Газета «Камчатская. Комсомолец» пишет, что ранним утром 17 июня от подножья Козельского вулкана к его белоснежной вершине потянулась длинная цепочка туристов. Вулкан этот невысок – 2150 метров. Жители областного центра называют его так же, как Авахинской, домашним вулканом. Многие судоремонтники, например, отправились в поход с Сепьями и устроили на вершине вулкана Чаепития. Туристы СРМЗ, пишет газета «Камчатская. Комсомолец», установили на вершине горы обелиск, посвященный нерушимой дружбе народа СССР. Здравствуй, Родина моя! Вышит знамя взвесья! Прошло не так много лет, замечу, и нерушимая дружба народов СССР показала себя во всей красе. Каждый инородец в каждой республике считал своим долгом резать русских. А в нашей многонациональной ресурсной федерации горно-россияне и тоже россияне и сегодня пользуются почти абсолютной безнаказанностью, ибо они высшая раса, а не какая-то русня. А мы продолжаем наше чтение. 21 июня 1936 года газета «Камчатская правда» рассказала о солнечном затмении в Петропавловске. Примерно в начале пятого по местному времени, пишет газета, неожиданно наступили слабые сумерки, продолжавшиеся около получаса. Пасмурный день не дал возможности наблюдать за солнцем. В пять часов дня продолжает газета по местному времени или в девять часов по московскому. Радиосвязь с Хабаровском была полностью прекращена. Восстановить ее не удалось даже с помощью двух передачитов. Радиосвязь с Анатолем также была прекращена. День следующий, 22 июня, год 1960-й, газета «Камчатский комсомолин» сторожил полуострова, приехавший сюда до Отечественной войны, Борис Иванович Шигаев рассказывал, как начинали с копай города. Газета приводит его рассказ. Процитирую немного. Вы, наверное, встречали близко Зыревска необычные пеньки высотой 2-2,5 метра. Не вось удивлялишь, смол, не лень было забираться на такую высоту пилить. Мне и самому позднее. Не раз приходилось шутить по этому поводу, а тогда в 30-м году не дошуток было. Тогда в 30-м году на Камчатку приехало много молодежи. Почти все мы только демобилизовались из Красной Армии, да так и прибыли взводами, ротами. В Петропавловске всем знающим лесную промышленность предложили поехать в Козыревск. Сразу же встал вопрос, с чего начинать? Строить себе дома? В таком случае в первый год существования лесопробхоза Камчатские стройки, Усть-Камчатский док и Усть-Камчатский рыбокомбинат не получат ни кубометра леса. Решили по-иному. На ходу были построены землянки, разместились в копай-городе и за работой. Как назло, рассказывает Шигаев, в те годы страшные пурги были. Снегу набаливало добрых три метра. Бульдозеров не было, лопатами много не разгребешь. Вот и били лес на высоте двух с лишним метров. Продолжаем наше чтение. День следующий, 23 июня 1942 года. Газета «Камчатская правда» пишет о стахановце военного времени Никифоре Терентьевича Чиповском. Давно Никифор Терентьевич Чиповский живет на Камчатке. Огромные охотничьи угодья, богатые рыбы и реки завлекли его. Он был искусным охотником и рыболовом. Началась пути на 1942 года, продолжает газета. Никифор Терентьевич один из первых выехал на остров Колхозный, разбив свою палаточку среди нерастаявшего еще снега. Несколько раз в день на своей лодке подъезжал он к барам и зорким взглядом всматривался. В морскую голодни идет ли Чивычи. Подошел день, когда Чивыча с моря пошла в реку Камчатка. Никифор Терентьевич был на стороже и первый ход самого ценного вида лососей Чивычи не застал его врасплох. Вместе с женой, она навесла хаунд с сетями, облавливал первые посеки Чивычи. Я так не думаю, я не хочу так думать. И последняя публикация, с которой мы сегодня познакомимся, это публикация в Камчатской правде 24 июня 1944 года. В этот день в кинофетре «Полярная звезда» демонстрируется новый звуковой документальный фильм «Суд идет». В этом же номере газеты опубликовано объявление Крановскому государственному заповеднику требуются наблюдатели охраны и каюры войщики. Об условиях справляться. Ленинская 39 к Элеш. Напомню, что Владимир Михайлович Элеш в военные годы был директором Крановского заповедника. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится один раз в неделю узнавать от меня, как жил наш полуостров в прежние годы. Пишите комментарии. Кстати, вы можете оказать помощь каналу, перечислив оторванное от семьи деньги в виде пожертвования так называемого доната на номер счета, указанный в описании под роликом. И каждый, кто перечислит денежки, будет один раз в месяц принимать участие в розыгрыше какого-нибудь моего фотоальбома окончательно. А для тех, кто здесь впервые, напомню, что если вы выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра, то вы не будете пропускать новые видео на канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова